Выступить с рефератом Ксенза Александра Мельченю, керавника белорусской редакции Ватиканского радио. Тема доклада Ксенза Александра «Католитство у светских СМИ». Отец Александр, пей у вас. Спасибо большое. Справа тем, что Виктор Хроль сказал, что мовой заявленной нашего семинара была белорусская. Я первый раз чую, я чел, что аккуратно русская мова была. Потому что тому я подрихтовал и реферат, так званый, и презентацию так само на русской мове. Тому дозвольте, что буду корыстаться ее. Хроль, что называется, повыпендривала сейчас белорусской мовой крылью, а я то же самое сделаю с мовой русской. Спасибо. Большое спасибо организаторам за это приглашение. Абсолютно неожиданно. В такой компании просто монстр, в хорошем смысле этого слова, акул российской журналистики, теоретиков и практиков, МГУ имени Ломоносова и так далее. Мы с Михаилом Фатеевым в тени сегодня. Но для того, чтобы что-то красивое получилось, надо, чтобы хороший фон этого был. Мы будем таким фоном. Тема доклада моего или рефераты католичества в светских СМИ. Какая цель? Я хотел проанализировать вообще в принципе, что творится в медиапространстве белорусском, если можно так назвать, если оно существует в принципе, касательно католиков, касательно католической церкви. Что происходит, о чем говорится, на какие темы обращается внимание, какие аспекты подчеркиваются. Надо сказать, что мои мысли будут тоже пересекаться с мыслями митрополита Кондрусевича. Но я все-таки постараюсь сделать такой антипод. Все-таки на самом деле наш владыка нарисовал такой классный, можно сказать, идеальный образ сотрудничества СМИ с католиками. 3 часа 45 минут в месяц. Это просто неимоверное количество минут, которые католики заслужили и просто не знают, что с ними делать, что называется. Для меня это немного на самом деле. Если для католиков это достаточно, конечно, это радует, не может не радовать. Когда говорят о католиках? О католиках говорят в двух случаях. Это штатное, железное, что называется, место для католиков в белорусском медиапространстве. Это Рождество и Пасха. Это абсолютно нормально. Темы традиционные, и поэтому ошибки тоже традиционные. Вот на этих традиционных темах, вернее, с этих традиционных тем, я хотел бы начать, чтобы посмотреть на какие-то нюансы, что называется, этого всего. Не слово о сути. О чем речь? Говорится обо всем. Говорится о каком-то антураже, говорится о том, что происходит вне, говорится о том, что является фоном этого всего, говорится о традициях, обычаях и так далее. Но не слово о сути, а о том, что же такое Рождество. Кто, в конце концов, родился? Даже до той степени, что слово «Рождество» не употребляет, что это Рождество Христово. Да, это как какая-то просто тема табу. Как пример, давайте посмотрим сюжет на телеканале ОНТ, довольно свежий, 24 декабря он вышел на это Рождество. Это не весь сюжет, сразу предупреждаю, нарезка, так скажем, определенная. Но все-таки какая-то картина, надеюсь, что-то не будет манипуляцией. Рождественские богослужения проходят в эти минуты в храмах по всей стране. Католики Беларуси поздравляют друг друга сразу на трех языках. Сейчас идут службы на польском и английском, а уже через час начнется место на белорусском языке. Так, сочельник день накануне рождения Христа объединяет католических верующих всего мира. В Минске основное место предрождественского паломничества, по традиции, архи-кафедральный собор Пресвятой Девы Марии. Несмотря на то, что двери храма открыты весь день, обычные службы здесь сегодня не проводили. Особая литургия в ночь перед Рождеством требует особой подготовки. Храм украшали, а мысли очищали, ведь этот праздник считают самым светлым и одним из главных в церковном году. Сцену рождения Христа традиционно показывает вертеп, кукольный театр, в центре которого ясли, но все же символом рождественского таинства считают Вифлеемскую звезду. С первой звездой на небе в храмах начинаются торжественные мессы, после которых можно приглашать гостей к столу. И главное блюдо здесь сочево или кутья – каша, сваренная с медом. Дома у нас кутья сегодня, как говорится, это постная кутья. Сегодня у нас только селедка, картошечка и мак толченый, и кисель с крюклочки. Мне приходят гости, очень много, и они у меня всегда гадают. Я знаю много которых гаданий, и как бы иногда сбываются. Пища принимается в этот день с благодарностью, пожеланием друг другу мира и добра. Традиционно за столом оставляют свободное место для нежданного, но не менее желанного гостя. Да, речь обо всем. Вплоть до того, что едят, чего не едят, где ходят, как украшают, как мысли очищают и так далее и тому подобное. Только, опять же, ни слова о сути праздника. В принципе, картинка тоже, если вы заметили, в принципе, не рождественская, в принципе, не торжественная. Здесь абсолютно нету каких-то там рождественских съемок. То есть, какой мы делаем вывод? Журналисты просто поленились. Они не приехали на Рождество, они приехали просто в пустой храм, сделали пару каких-то кадров, взяли из архива прошлогоднего какие-то планы, планы, так скажем, какого-то там богослужения, наверное, рождественского или одного из рождественских. Вот. И написали текст. Кто выступает экспертом в этом сюжете? Как вы думаете? Ну, тут понятно, да? То есть, выступает кто выступает. То, о чем скажет еще, мы вчера об этом говорили, выступает экспертом человек, который зашел в храм по какой-то там причине. Не обязательно на мессу, на богослужение, ну, зашел по какой-то там причине. Его словили, и это главная ошибка многих журналистов, особенно телевизионных журналистов. Они-то не идут вот при сбитерию вперед, они всех ловят около выхода. Всегда так. Почему около выхода? Ну, спокойнее как-то там, не орет этот микрофон, митрополит Кондрусевич там не кричит, что он не кричит, а, так скажем, не возглашает. Вот, это все. Кто толпится около прохода, да? Кто около выхода толпится? Ну, абсолютно случайные люди, порой случайные, порой не случайные. Ну, вот, женщина пришла, да, гадает, замечательно и так далее. Я вам скажу больше контекст этого сюжета. Когда послали девочку, девочку, ну, некого было послать. Ну, вот, послали просто девочку, да, когда она привезла материалы и сказали, послушай, вот это вот гадание, это абсолютно не к месту, это не в тему абсолютно. Давай снимем. Она сказала, ну, это же прикольно. И поставила это все. И вот такой сюжет получился, что называется. То есть, ни слова абсолютно о сути, ни слова о празднике, ни слова о каких-то там по-настоящему важных аспектах, ни слова о Боге, ни слова о Христе, о каком-то там спасении, о христианстве и так далее и тому подобное. Ну, о гадании, ну, тут уж нечего говорить, это прямо противоречит христианству и прямо противоречит смыслу этого праздника, сути этого праздника, да. Ну, вот, пожалуйста, такой свежий сюжет, что называется. Экран у нас погас. Смесь фактов под соусом сенсации. Ну, тут вообще, так скажем, одно дело сюжеты, одно дело ньюсы на белорусском телевидении, да, это еще полбеды, что называется. Ну, все-таки это попроще, есть какое-то событие, есть какой-то контекст, можно получить какой-то комментарий у людей, даже у священников или епископов. Другое дело, что белорусские журналисты иногда имеют амбиции заниматься, ну, так называемой публицистикой, ну, назовем это так, в кавычках, да, то есть что-то анализировать, анализировать что-то касательно католической церкви, каких-то там, не знаю, явлений в католической церкви и так далее. Вот что из этого получается. Программа называется «Тема дня», слава богу, ее уже нету в эфире пару месяцев. Так, не знаю, грузится, загрузится или нет, грузилось. Ну, вот, примерно такое получается. В рай за 16 долларов. Как вам такое предложение? Особенно, когда его делают от имени церкви. Грех не согласиться или грех согласиться? Вот вопрос и наша тема дня сегодня. С вами Дмитрий Семченко, мы начинаем. Отпускать грехи за деньги католические священники начали еще в Средневековье. Тогда Святой Престол был сильным политическим институтом. Захотел Папа Римский начать войну с мусульманами? Благословил европейских королей и отправил сражаться. Но на такую политику нужны деньги и немалые. Вот и пришлось поставить церковь на коммерческие рельсы. Хотите, чтобы грехи отпустили? Покупайте специальную индульгенцию. Например, в Лейпциге действовала особая такса для каждого преступления. Семь золотых для простого убийства. Десять для убийства родителей. Светотарство чуть дешевле. Девять золотых. Нет денег? Ходите в грешниках. А заплатите хорошо? Простят грехи хоть на пять лет вперед. Конечно, такой прайс ли средневековых бедняков не обрадовал. Зачем нам тогда посредник? Возмутились они. Мы можем обратиться к Богу напрямую. Бесплатно. Так появились протестанты. Ну и католическое руководство опомнилось. В 1567 году папа Пий Пятый запретил предоставление индульгенции за деньги. Казалось бы, вопрос закрыт на энной странице учебника истории. Ну и в 21 веке нашлись желающие приоткрыть ворота в рай за определенную сумму. На одном из российских сайтов появилось предложение на платное искупление грехов, якобы в преддверии апокалипсиса. В Москве, к примеру, уже предлагают путевки в рай со скидкой. По предсказаниям наш мир приходит к своему концу, но мы не будем грустить. Прощение грехов для вас организует католическая церковь из города Осизи в Италии. Так сайт скидок рекламирует продажу сертификатов на индульгенцию, отпущение грехов перед грядущим апокалипсисом. Дорога вечности обойдется всего в 16 долларов. Человек покупает купон, отправляет на электронный адрес номер купона, ну что он приобрел, и потом церковь ему высылает сам этот документ. Телевизионные программы, апокалипсические фильмы, все это делает такой бизнес априори прибыльным. Схема фактически беспроигрышная. Вряд ли недовольный покупатель вернется из ада и потребует деньги обратно. Продавец даже крылатую фразу может использовать. Еще никто не жаловался. Кстати, мы связались с итальянскими священниками, и они подтвердили, что действительно берут деньги за индульгенции, но отправляют их на благотворительность. Белорусские священнослужители даже умозрительную возможность такой практики отрицают. Спасение души тут никаких финансов не может есть речь, потому что это совершенно разные категории. То есть мы говорим о душе и говорим о материальных вещах, это несовместимые вещи просто. Не исключено, что рассчитаться деньгами за прегрешение, вольное или невольное, вскоре пожелают и доверчивые белорусы. Наши граждане часто становятся объектом предприимчивых торговцев воздухом. Ну вот так это выглядит более-менее. Такое расследование от канала ОНТ, от передачи «Тема дня». Если кто-то не знал, откуда появились протестанты, вот хорошая версия. Если кто-то не знал, как там крестовые походы возникли, обратитесь к ним, они знают, как это. Более того, они, оказывается, связались с итальянскими священниками, которые подтвердили, что продают. Ничего, что продают в Рунете, на российском сайте итальянские священники, и, так скажем, индульгенции почему-то продают через российские сайты. Ну вот примерно так. То есть это радикальный какой-то пример, когда журналисты современные начинают заниматься вот такими темами. Я говорю, что программу закрыли, в том числе по этому поводу, что просто какой-то нонсенс. Это одна из тем была, так скажем. Все остальные примерно в таком же контексте, в таком же ракурсе. Можно сказать, что для меня это хороший, достойный, грамотный пример манипуляции. Абсолютные манипуляции, фактами какими-то, винегрет, какой-то такой, не знаю, интеллектуальный синкретизм, что называется. То есть какая-то Википедия, смешанная с какими-то больными там фантазиями абсолютно. То есть это транслируется в прайм-тайме на одном из главных белорусских каналах. Причем священника даже белорусского нашего спросили. Дали ему ровно 10 секунд, чтобы объяснить, что такое индульгенция, продают ее или не продают, есть она и так далее. Ну, выступил как эксперт священник. То есть я не могу, у меня нет претензий к нему, не знаю, что он там еще горел. Скорее всего, он горел минут 5, а может и 10. Получилось 10 секунд. Ну, вот так примерно это все выглядит. Чтобы мы не думали, что так все замечательно, хорошо, красиво и чудесно с нашими, что называется, сотрудничеством с нашими. Сегодня в поле, завтра в храм. Ну, это тоже такой вот слоган, наверное, который присущ отношению белорусских СМИ, причем любых, как ни странно. И телевизионных, и радио, и прессы, и государственных, и негосударственных. Это, в принципе, политика СМИ. То есть надо прямо абсолютно сказать, и коллеги-журналисты не дадут соврать мне, что тема христианства, вообще, в принципе, тема религии, она в редакциях не популярная. Ей не хотят заниматься. Она слишком сложная. Там очень много нюансов. Там очень легко ошибиться. Да, нудная, в конце концов, для многих. И поэтому, в принципе, если кому-то поручают этим заниматься, я потом еще буду об этом говорить. В принципе, это те люди, у которых нет выхода. Это, в принципе, практиканты, не знаю, там, стажеры, начинающие и так далее, и тому подобное. И тут мне, для меня вот таким, не знаю, не идеалом, но, в принципе, такой хорошей схемой работы СМИ именно с религиозными темами, это, как ни странно, абсолютно лаитские, абсолютно, ну, крайне радикальные, крайне порой негативно настроенные к католикам западные СМИ. В каждом, опять же, самом либеральном западном СМИ есть специалист по религии. Причем, иногда работают целые отделы. Допустим, в Италии существует целый институт ватиканистов, так называемых. От слова Ватикан, естественно, но они занимаются не только Ватиканом, не только тематикой ватиканской. Занимаются тематикой религии. Целый институт, целые отделы в итальянских СМИ, особенно в печатных, работают ватиканисты, которые ориентируются в данной теме, у которых в большинстве своем есть теологическое образование, которые не всегда положительно пишут о католиках, не всегда положительно пишут о Ватикане, но они делают это корректно, они делают это, так скажем, без каких-то явных перекосов, без каких-то там грубейших нарушений, ошибок и так далее. В конце концов, соблюдая какую-то минимальную журналистскую этику. И вот, в принципе, мне кажется, что-то может поменяться в наших белорусских СМИ, что касается освещения вот этих религиозных тем, католиков, начиная и заканчивая там какими-то там, что называется, редкими протестантами. Когда на самом деле будут в редакциях работать журналисты, которые хотя бы интересуются этой тематикой, хотя бы есть у них какие-то наработки по этой теме, а не, так скажем, вот сегодня в поле, завтра в храм. Есть хорошие примеры, что интересно. Вот, допустим, пример «Комсомольская правда». Многие ассоциируют эту газету с определенной желтизной, определенным уровнем желтизны. В принципе, наверное, они правы в чем-то. Так вот, в этой как бы желтой или на самом деле желтой газете уже достаточно продолжительное время появляются очень интересные, корректные что-нибудь. И самое главное, соответствующая формату этой газеты статьи. Пишет человек, зовут Павел Мицкевич. Павел Мицкевич. Вот, допустим, статья «Гомельские католики соберут одежду для заключенных». Не знаю, вам не очень видно, наверное, да, что там написано «Я против...» Ближайшее воскресенье в Гомельском костеле, Рождество, да-да-да-да. Пройдет акция по сбору одежды и обуви для заключенных мужчин и женщин, да-да-да. Многие заключенные попадают за решетку в потрепанной, это понятно. Сотрудники католической благотворительной миссии «Каритас» будут принимать и так далее. О чем речь? Речь о том, что, во-первых, статья короткая, но содержательная. Здесь много информации. Она информационная, эта статья. Статья полезная. Потому что здесь не только описано, что вот что-то там происходит, одежду собирают. Но также написано, как эту одежду читатель может передать. Вот по адресу и так далее. Каким образом он может разыскать организаторов этой акции? Во-вторых, через какую-то конкретную, вообще небольшую акцию, читатель получает образ вообще в принципе социальной работы церкви. Что церковь не только там молится, не только происходит служба, не только работает на уровне литургии, хотя это очень важно. А что еще чем-то там занимается хорошим? И в-третьих, и это может быть самое знаковое в данном случае, что вот эта статья как бы, ну, в принципе, такая вот мощно католическая, я бы сказал. Пиарная даже статья для католиков. Абсолютно вписывается в формат этой газеты. Абсолютно вписывается в формат комсомолки. Если бы она не вписалась, поверьте, ее бы не было здесь. Именно в комсомолке. В комсомолитике правде, которую читает громадное количество людей в этой стране. Как ни странно. Или вообще тут странно учат. Да. Еще один пример. Следующая статья. Того же Павла Мицкевича. Под Гомеля православные католики, протестанты собрались на творческий вечер. Речь идет о том, что вот такое вот экономическое событие произошло. Священники подготовили сцену и аппаратуру, которую предоставили Гомельская. То есть описательная статья, можно сказать, news в определенном смысле. Опять же, во-первых, плюс это такая ясная абсолютно экономическая тема. Не какая-то там надуманная, не какая-то там идеологически окрашенная. Абсолютно конкретная, ясная, что называется сместа. Смест. Вот такое вот происходит. Что придает абсолютной честности этой статьи. Это не какая-то там запланированная акция на каком-то высоком уровне. Нет. Вот на таком вот простом человеческом уровне встречаются католики, протестанты. И что-то там вместе там предпринимают, делают, по крайней мере, нормально разговаривают. Еще один аспект очень важный. Скорее всего, из этой статьи исходит, что человек, скорее всего, был там, на месте. Эта статья не скачана откуда-то. По крайней мере, она написана со слов какого-то свидетеля. А, скорее всего, этот человек был там, не поленился, поехал, был. Я не знаю, каким образом это все происходило. То есть оригинальный ньюс, оригинальный такой, хорошее, коммуническое, католическое. Где? В комсомолке. Для меня это знаково, допустим. Для меня это пример того, что оказывается, вот в таких вот развлекательных, можно сказать, СМИ популярных, попсовых, не знаю, как более так, что называется, корректно назвать, абсолютно могут происходить какие-то вот католические, православные, не знаю, христианские сугубо вещи. Причем написано корректно, классно, без каких-то там, что называется, вопросов даже у самых придирчивых. Так, так, что-то у нас с копией. Так, так, так. Еще одна проблема есть в белорусском медиапространстве, что наши журналисты, это абсолютно нормальная, опять же, практика, коллеги меня поддерживают, что многие журналисты пользуются информационными агентствами. Это нормально абсолютно, то есть они поставляют информацию, это замечательно, это хорошо. Их несколько в Беларуси, таких самых, да не несколько, есть Белта, есть Интерфакс и есть Белопан, кому что нравится, что называется. Так вот, какая опасность есть? Дело в том, что, когда пишут, опять же, возвращаясь к теме, когда пишут о католиках, пишут по праздникам, очень часто пишут по праздникам, что интересно, праздники-то повторяются из года в год, и праздники-то одни и те же, Рождество, Паса, Крещение, там, допустим, зачем переписывать? Это одно и то же каждый год. И эти статьи, статьи-ньюсы, кочуют из года в год, из года в год одни и те же. Даже абсолютно, ну, нету каких-то там попыток освежить это все. И это не проблема. Пускай бы кочевали. Но, что это за статьи? Что это за ньюсы? Сегодня Римско-католическая церковь отмечает крещение Господне. Что же это такое? Праздник Крещения украсил церковный календарь в середине II века, оказывается. В этот день в костелах всего мира служит благодарственная молебна. Иисусу, как царю, символически преподносят золото, как Господу. Ладан, как человеку. Нет, как Господу Ладан, как человеку Смирному. В западной традиции известно, как праздник волхов и так далее. Поняли, о чем речь? Нет? Не поняли? Крещение Господне – это праздник волхов, оказывается. Дальше читаем. После возвращения из костела католические семьи приступают к позднему ужину. В день Крещения Господня верующие освящают воду, которую окропляли все комнаты. Не понял. Верующие освящают воду, да, даже не соответствуя времен. Дворо-хозяйственное здание. После таких ритуалов каждый человек старался вдоволь напиться святой воды, чтобы быть весь год здоровым, счастливым и веселым. С этим праздником не связано никаких песен, не связано никаких песен, гаданий, хороводов и специальных плясок. Но бытует много, поверь, легенда. Например, хозяева после богослужения старались прийти домой самыми первыми. Откуда прийти? Перед кем они старались прийти? Кого они старались обогнать? Я считал, что и урожай они соберут первыми. Сено, на котором во время калят стояла кутья, постепенно отдавали домашним животным, как средство от болезни. Это тоже к Крещению Господне относится. По погоде, которая стояла на Крещении, люди пытались определить погоду будущего лета. Если Крещение выдалось ясным, солнечным, морозным, то говорили о возможности наступления горячего и жаркого лета. Где, вы думаете, этот мюз был размещен? На официальном агентстве белорусском государстве, Белта. Более того, он не был размещен только один год. Он кочует из года в год. Представляете? Посмотрим. Вот мне интересно тоже. Вот такой абсолютный, я не побоюсь перед камерами назвать, бред. Абсолютный бред, абсолютная околесица, помесь, синкретизм. Я не знаю, как это абсолютно назвать. Так проблема в чем? Журналисты-то наши, вот как Хруль говорил. Если Ройтерс сказал, или там BBC, допустим, сказала. Ну, спросите, зачем проверять? А в Беларуси, дорогой Виктор Хруль, если Белта написала, это вам не Ройтерс и BBC. Это Белта. Поэтому вот в этом все зло, я бы назвал даже этой ситуацией, что это тиражируется. Тиражируется на телевидении, тиражируется на радио, тиражируется в прессе и так далее. И этим кормятся умы наших людей, которые и так обижены в определенном смысле неким неведением в данной теме. Это жалко, это очень трагично. Ой, так. Ну, сейчас эксцелленция будет сюрпризной. Это вообще не про вас, если честно. Сразу подготовьтесь, а то это самое. Есть и такие примеры. Я думал, показывать, не показывать. Катя – это моя хорошая знакомая, хорошая девчонка такая, работает в ВТН и так далее. Передаю привет, если она нас видит. Катя, не обижайтесь. Но вот такая вот штука. Сразу скажу, я не написал. Это актуальное интервью 24 декабря в преддверии торжественного богослужения в Минском архи-кафедральном соборе. Она об этом скажет. Которое ведет митрополит Кондрусевич. После программы «Панорама» есть актуальное интервью. Рубрика, так называемая, в рамках этого информационного канала. Вот. Катя взяла интервью у архиепископа Кондрусевича. Я вырезал, честно говоря, ваши ответы. Хотя эксцелленции выдержались молодцом, как всегда. Ничего не могу сказать. Подрезал вопросы. И хочу, чтобы мы посмотрели это все. Время не хватит. Слишком долго говорили. Литерально прос 15 хвилин у архи-кафедральном костюле имя Найсвятейшей Панны Марии начнется святочная инша. Роство Христова. Одно из самых главных свят у християн и, напевно, одинное свято, якое за усёды асоциируется с казкой. Чому, мінавито, у гэтую ночь особливо хочется верить отсюда и калі почалась эта чаровная история. На гэтой не зусім звычайное питанье мы попросили отказать митрополита Минска-Могилёвского Тадевуша Кондрусевича. И его эксцелленция запросил нас у головной католицкий храм краины. Святый отец Бенедикт XVI призначил Тадевуша Кондрусевича арцебискупом-митрополитом Минска-Могилёвским. Арцебискуп Тадевуш Кондрусевич уваходзіць у специальны савет па Єуропе пра генеральным сакратарьяці синода бискупаў, у конгрэгацуў па справах духовенства, а таксама ў папскую раду справедливость і мир. Зявляецца вице-президэнтам Єуразийскага дзялення Межнародной асоціаціяція релігійной свабоды. Свабодна валудай беларускай, русской, польской, літоўскай, англіскай і итальянскай мовамі. Добрый вечер, ваша ексцеленція. Добрый вечер. Я ведаю, што гэтэй чаровны гісторы ўжо не аднатысяча гадоў, і ты мне менш біз геўенейга. Расскажыцца, калі ласка, калі і як пачалася калядная казка. Гэта часка гісторы пра першую зорку. 25-го Снежня. Шмат было спрычык, вось мінавіта на конд даты. Прайшло ўжо столькі часы, але ў гэтэй вечер зараз ў храме ёлка, батлейка, ясли. І гэта ў 21-м стагодзі ў стагодзі новых технологій. Можы быць, мыча гості не бачы, можы ёсць штосі сучасны некі элемент, ці яго наугл няма. Яшэ адна традиція, гэта традиція святкаваніна раджэння Хрыстова. А ў кожны сям'і яна можы быць сваяні, якая гэта традиція падарункаў. Яшэ, мінавіта ў гэтою ночь загадываюць жаданні, і іщыцца, што яны обовязкова спраудзяцца. Наколькі реалістышна гэта традиція? Жаданні загадываць, а вядаець. Я хацэл бы параець, каб мы загадывалі гэта жаданні разум з малітвы. Мінавіта прагэта марыць галуны католік країны. Дзякуй великий, Ваша эксцеленці, за то, што знайшлі для нас час, і со святам. Дзякуй, со святам ўсіх, тараглядачоў. Дзякуй великий. Путавал ще из-за этих вопросов и так далее. Пример мы видели. О чём речь идёт? Тут я вижу несколько аспектов. Хочу пожаловаться, что называется. Во-первых, эксцеленці я тут сам занимался самобичеванием, что мы там не работаем и так далее. Поэтому хочу подтвердить. Во-первых, вопросы для интервью, эксцеленці. Вот скажите, вам прислали до этого вопросы? Вашему пресс-секретарю прислали вопросы? Он проверил их, авторизовал? Дальше не буду продолжать. Журналист. Он не обязан иметь теологическое образование. Никто абсолютно... Да, лучше, конечно, образование, всё понятно и так далее и тому подобное. Не обязан он этого иметь. Но есть одна вещь, которую он обязан сделать. Делай интервью с иерархом католической церкви. В преддверии одного из самых главных праздников. По крайней мере, посоветоваться с людьми, которые что-то там в этом понимают. Хотя бы отправить эти вопросы и сказать, ну нормально или ненормально. Да, вот хорошо или там не очень корректно. Да? И этого, скорее всего, не произошло. И я считаю, что это на самом деле обоюдная какая-то вина. Вина журналиста, который... Ну, я слышал смех в зале. То есть это вызывает смех. Ну согласитесь, правда? Вот такие вот формулировки там и так далее и тому подобное. Было всё. Подарки, цуды, каска. Всё там было. Только что-то Рождества не было в этом всём, в этих вопросах. Ладно, дальше не буду продолжать. Потом эксцелленция скажет, как на хруля. Еретик скажет. Что мешает журналистам? Ну, это, мне кажется, это тенденция. Это может тенденция в определённом смысле нашего ума обобщать. Если журналист что-то там не знает, он думает, если он обобщит, это будет корректно. Это будет как-то... Он вот этих угловатостей всех каким-то образом, что называется, замастит. Ну, я не знаю, как это назвать. То есть эти угловатости уберёт за счёт обобщений каких-то. На самом деле нет. Это ловушка. Обобщение — это всегда ловушка. Это всегда ошибки. Это ещё больше ошибки, чем тогда, когда ты пишешь о каких-то там конкретных вещах, пробуешь написать корректно. Есть ошибки, что тут скрывать? По небрежности, по неаккуратности. Журналисты спешат сегодня, у них есть задания какие-то. Да в конце концов, простая человеческая лень. В конце концов, играет очень важную роль, что журналисту неинтересна эта тема. Ему неинтересна христианство. Неинтересна религия. В каком-то смысле это тоже наша вина, наверное. Некорректное употребление терминов. Ну это понятно. То есть это ясно. Терминология католическая, религиозная, христианская, она в принципе, наверное, сложная. И очень часто транслируют какие-то слова, заученные или услышанные, или прочитанные где-то в интернете, журналисты, я имею в виду, транслируют на свои материалы. Типа, святой отец, это часто повторяется. Кто-то когда-то перевел там, как там правильно в английском? Holy, не Holy, подожди, как там правильно в английский, в оригинале. То, что должны были перевести духовный отец, а перевели святой отец. Это сейчас во всех фильмах это транслируют. Более того, в этих материалах то же самое. Какие-то заученные, где-то придуманные, кем-то там термины, это все транслируется. Некорректный заголовок или анонс. Ну тут отдельная абсолютная тема, я там выбрал, но в этой презентации не поместилось. Это пример, пример же какой. Ну, конечно, лидируют, что касается некорректных заголовков, это в погоне, скорее всего, за какой-то там сенсацией лидируют наши негосударственные СМИ, я так это назову. Не буду называть, все мы их знаем. Вот, не буду рекламировать. Вот, ну лидируют, ну просто, ну просто соревнуются. И в этой гонке за заголовками получается какой-то бред, нонсенс абсолютно. Вот. Который искажает суть вообще, в принципе, этого материала. Заголовок, хотя даже материал может написан быть корректно, может полностью исказить суть этого материала. Что, как ни странно. В других вещах мои коллеги скажут, что они умные, они из МГУ. По моему мнению, почему материалы на религиозную тематику в белорусских СМИ так далеки от совершенства. Ну, первое дело, простое человеческое, боятся журналисты. И это понятно. Потому что, опять же, повторю, что тема, все-таки религии, тема христианства и католичество в частности, тема сложная. Тема, в которой надо разбираться, тема, над которой надо сесть. Тема, в которой Википедия очень часто немного поможет. Тема, в которой надо искать экспертов, людей, доучиться, в конце концов, чему-то. И это по той или иной причине не получается. Опять же, я тут сказал, масса нюансов, специфическая лексика. Даже вопрос, как обратиться к священнику. Да, есть комплекс определенный у журналистов. Коллеги не надутся врать, что у многих есть барьер вот этот. А как? А чего? А что? И так далее. И тому подобное. Как вести себя в храме? Ну, тут у многих нет вопросов. Второе. Многие считают, что тема религии слишком абстрактна и слишком непонятна. Пожар, убийство, выставка даже в конце концов какая-то. Это определенные, абсолютно ясные, конкретные темы, которые довольно просто даются. Каждая тема, хотя бы маленькая, связанная с религией, но тут просто масса, опять же, нюансов. И ей просто надо заниматься серьезно. Тем более, что если о каких-то там вещах написано, там масса каких-то статей, масса каких-то там аннотаций, комментариев и так далее и тому подобное, о религии пишут корректно, пишут мало. И если поискать каких-то там материалов, с которых можно взять пример, это очень сложно. Что, как ни странно, в Байонете, в частности. Многие просто не считают события в религиозной жизни важными. И вот тут, по-моему, мы об этом как-то мало говорим, может, стесняемся, может, боимся признаться себе. По большому счету, в принципе, современным журналистам, как ни странно, мне так кажется, большинству, я не считаю себя пессимистом, но я думаю, что им на вот эти темы наплевать. Можете меня опровергнуть, я буду рад, если вы меня опровергните. Им просто наплевать на эти темы, им неинтересно, они считают это неважным, религия в их жизни не играет никакой роли абсолютно или очень малую роль. И поэтому из этого, из личного отношения к этой сфере исходят очень многие проблемы в освещении вот этого всего. Ну и что исходит из вышеизложенного многим? Банально неинтересно писать о тех процессах, с которыми они сами себя не ассоциируют, и событиях, в которых не участвуют. Ну, это, соответственно, одно из другого исходит. Чем бы хотел завершить? Это я записал, прочитаю, позвольте, чтобы не так сумбурно было. По моему мнению, на самом деле в религиозной жизни и в частности в религиозной жизни Беларуси происходит масса событий не просто достойных, но обязательных для освещения СМИ. Обязательно. Не потому, что я католик, не потому, что я священник, я это говорю. И каждому из журналистов такая тема может быть поручена. Очень часто, как ни странно, для смирения, в наказание часто дают католиков. Как в редакциях, вы знаете, называют эти темы христианщины. Вот они называют. Займись христианщиной. Вот они так ети занимаются. Вот так называют в современных редакциях наши, что называется, вопросы. А задание редакции, как известно, закон. И многие думают, выполню. Это ведь легко. И главная ошибка в таком подходе, мол, сколько тех верующих, которые заметят мои ошибки, которые заметят мои ляпы, которые заметят какие-то некорректные высказывания и так далее. А ошибки замечают. Многие. И не только воцерковленные, а просто образованные люди. И это, в конце концов, удар не по имиджу церкви даже. Это удар по имиджу корреспондента, по имиджу СМИ. И тут я задаюсь вопросом, как же писать об этих католиках, что называется. И тут для меня вот три такие главные слова. Честно. То, что говорил Хруль. Правда. Глубоко. В символическом смысле этого слова. И интересно, самое главное. И о католиках можно написать. Глубоко. Корректно. И, что самое важное, интересно. Только стоит этим заняться, этой темой. Религия, на самом деле, тема религии, интереснейшая тема. Посмотрите. Может быть, не совсем вот до конца корректно. Но посмотрите. В последние годы, последние 10-15 лет. Даже такая формула есть. Если хочешь заработать, как книгоиздатель, писатель, автор, займись религией. Дэн Браун. Гарри Поттер. Ангелы и демоны, фильмы и так далее. Смотрите. Хороший пример. Толкин. Отец Андрей делает на нашем радио передаче. Толкин. Льюис. Пластилин колец и так далее. Самые большие бестселлеры последних лет основаны на теме религии. Как в негативном смысле, да. Как, допустим, Браун, так и в позитивном. Льюис, Толкин. И вот я призываю, чтобы мы были такими Толкинами журналистики белорусской. Это возможно абсолютно. И это самое главное. Чтобы Пасху не путать с яичницей. С яйцами. Это чтобы Божий дар не путать вот с этими вот вещами. Это очень важно. Мне кажется, пускай немножко провокационно звучит, но мне кажется, это вот важно как лейтмотив, что называется, того, что было сказано. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ